Здравствуйте! На библейский портал Эгзегет пришел вопрос. Как рассказывать о человеке, чтобы не осуждать его? Чтобы не осуждать человека, надо помнить о своих грехах. Вот невидение своих грехов прямо пропорционально количеству осуждения, которые в нас есть. Человек, который помнит о своем, он никого другого не судит. Почему? Потому что он понимает, что от Бога ему нужно помилование. И поэтому он также относится к другим людям. Как рассказывать, если вы не можете рассказать о грехе ближнего так, чтобы не породить осуждение свое или у других людей и не запустить это как сплетню, то лучше не рассказывать вообще. Или не упоминайте о ком вы говорите. Или смягчите рассказ. Если уж совсем надо рассказать, то помолитесь за него. Помолитесь, чтобы у вас не было осуждения. Потому что, если мы будем напоминать себе слова «не судите, не судимы будете», «не осуждайте, не будете осуждены», то мы будем бояться как огня осуждать кого бы то ни было. Потому что каким судом судитесь, таким будете судимы. Мы же не хотим, чтобы Господь нам на страшном суде вспомнил все наши грехи. Поэтому лучше об этом не говорить. Тем более, что Господь сам знает сердце другого человека, покаялся он или нет, искупил он свой грех или нет. Посему, говорит апостол Павел в послании Коринфянам, не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога, пока не придет Господь. Это не значит, что когда Господь придет, нам можно будет кого-то осуждать. Я думаю, что когда мы будем на страшном суде, нам будет совершенно не до чужих грехов. Мы будем в таком ужасе от себя, и мы будем так нуждаться в помиловании, и так плакать, и так будет кричать наша душа, и так, как мы надеемся радоваться о том, что Господь нас все-таки простит и помилует, вот что нам будет только радостно видеть других даже великих грешников рядом с нами прощенных. А будет свыше бы не до этого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.